Привет, друзья! С вами снова Михаил, и сегодня у меня для вас очередной обзор «Пиревые ручки». И на сей раз это «Монблан», лимитированное издание 1997 года. Ручка называется «Достоевский». Ручка относится к так называемой писательской серии. Серия была представлена «Монбланом» в 1992 году, и выпускается она до сих пор. Внутри этой серии практически ежегодно «Монблан» выпускает ручку, посвященную, понятное дело, тому или иному писателю. Серия мне это нравится тем, что внутри нее все ручки абсолютно разные, они абсолютно не похожи друг на друга. В отличие, например, от серии «Донейшн Пен», я вам показывал несколько ручек из этой серии, где все ручки абсолютно одинаковые, отличаются они только фурнитурой. Итак, давайте тогда на нее посмотрим. Во-первых, ручка сделана на базе 146-го «Монблана». Этим обусловлен ее размер. Вот она по сравнению со 146-м. Здесь точно такой же перевой блок, точно такой же механизм поршня, поэтому, как видите, ручки примерно одинаковые. Вот так она в длину. 145 мм, диаметр барреля порядка 13 мм. Корпус традиционно для «Монблана» выполнен из черного пластика, который называют прэща-срезом, драгоценная смола. На самом деле это просто пластик, хотя хороший. И позолоченная отделочка. Ну и давайте тогда смотреть. Во-первых, форма ручки весьма классическая, и она явно совершенно повторяет форму каких-то винтажных ручек «Монблановских», скажем так, довоенного периода. Абсолютно прямой колпачок, абсолютно прямой баррель, чуть-чуть закругленная верхушка, на вершине которой мы с вами видим белую звездочку, символизирующую собой снежный пик горы «Монблан», известнейший логотип «Монблана». Дальше мы с вами видим позолоченное колечко, на котором есть вот такой вот узорчик. Это, ну вообще это русский народный узор, да, который использовался в вышивке, достаточно был популярен. Какое он отношение имеет к Достоевскому, честно говоря, я не знаю. Здесь написано, что это 6511-я ручка из серии в 17 тысяч экземпляров. То есть, да, писательская серия – это лимитированные ручки, но 17 тысяч экземпляров. То есть вы понимаете, что это маркетинговый ход, конечно, никакая не лимитированная серия. Дальше мы с вами видим клип. Клип, опять же, достаточно похож на винтажные клипы «Монблана». Здесь опять есть тот же самый узорчик. И здесь мы видим копию автографа Достоевского. На конце клипа встроен синтетический сапфир. Двойное колечко, опять же, с таким узором. Абсолютно прямой баррель, опять же, с гилюшированным таким же узорчиком. Золотое колечко здесь, на котором есть опять все тот же самый узорчик. И рукоятка поршневой системы заправки. Ручка традиционно имеет поршневую систему заправки. Внешне ручка мне очень нравится. Вот, на мой взгляд, сделана очень хорошо. Я люблю сочетание черного с золотом. Кто бы ни говорил, что это старо, скучно, надоело всем. Мне очень нравится это сочетание. И ручка, в принципе, очень-очень-очень симпатичная, на мой взгляд. Единственное, что я не вижу в дизайне, никакой совершенно связи с Достоевским. Может быть, я, конечно, что-то не понимаю. Но, на мой взгляд, если бы эта ручка называлась бы Чехов, было бы то же самое. То есть, вот как-то здесь «Монблана» не очень установили связь между дизайном и писателем. Вот. Но, тем не менее, ручка, еще раз повторю, мне очень нравится. Ручка чуть-чуть легче. Чуть-чуть легче, чем регулярный 146. То есть, если обычный 146 весит 27 грамм, здесь порядка 24 грамм. Ну, и, на мой взгляд, это, ну, скорее минус, чем плюс. Все-таки я люблю чуть-чуть более тяжелые ручки. Колпачок здесь на резьбе. Чтобы открутить, нам с вами требуется ровно два оборота. И здесь мы с вами видим. Во-первых, вот это. Это окошечко для контроля уровня чернил. Сейчас, наверное, ну, вот-вот видно, да? Вот чернила ушли. Видите, что оно прозрачное совершенно. Окошечко не такое, как сейчас используют «Монбланы». Вы знаете, у них сейчас обычно полосочки здесь. То есть, такое целое окошечко. Резьба. Резьба сделана очень хорошо. Да, гладенько. И чуть-чуть приталенная, достаточно коротенькая секция. И здесь мы с вами видим золотое перышко. Опять же, покрытое все тем же самым узором. Написано 4810, это высота горы «Монбланы» в метрах. Написано, что это 750-я проба. Логотип «Монбланы». 1990С. И вот здесь написано «Монбланы». На обратной стороне пластиковый фидер, который «Монбланы» использовали раньше. Сейчас у них немножечко другие по форме фидера. В руках. В руках ручка лежит замечательно. Размер 146. Очень удобный, очень комфортный. И чуть-чуть приталенная секция. Я очень люблю приталенные секции. Вот для меня это просто супер. Баланс. Чуть-чуть смещен кверху. Совсем-совсем чуть-чуть. Незначительно. Очень неплохо. Очень неплохо. И ручка вот такая вся она приятная на ощупь. Да, и вот этот гильевош очень приятный. И резьба почти не чувствуется. Все хорошо сделано. Все-таки «Монблан», а они молодцы. Так, ну и давайте тогда посмотрим, что уже у нас умеет делать пюрышко. Итак. «Монблан» «Достоевский». Напишу, что это «Limited Edition». «1997 год». Перо. «Мидиум». «18 карат». «Или 750-я проба». «Золото». «Чернила». «Монблан». «Лавендер». «Перпл». «Перпл». «И что вам сказать про это пюрышко?» Пёрышко ожидаемо пишет хорошо, без проблем. А у пюра есть некоторая обратная связь, да. Это не самое гладкое пюро, которое мне когда-либо попадалось. Но пюрышко очень приятное. Подача. Подача, я бы сказал, ближе к обильной. Пюрышко достаточно твердое, да, как и все пюре от «Монблана». Никаких проблем, никаких хардстартов, ничего такого. То есть, пёрышко ожидаемо неплохое. Таким образом, друзья, ну, что я вам хочу сказать. Кто бы как бы не относился к «Монблану», да, многие считают, что это излишне пафосная марка, излишне дорогая и так далее. Так далее, что их ручки переоценены. Мне нравится. Вот просто других слов нету. Мне очень нравится. Сделано отлично, очень качественно. Пёрышко ожидаемо пишет без каких бы то ни было проблем. Да, это вам не итальянцы, которые представляют собой, по сути, лотерею. Вот здесь всё по-немецки хорошо. Дизайн мне нравится. Да, ручка выглядит действительно как винтажная. Сочетание чёрного с золотом, по-моему, беспроигрышное. Единственное, что вот этот синий камушек, да, вот он, по-моему, не к силу не городу, но тем не менее. Вот, и я здесь не вижу, ну, никакой связи с Достоевским, кроме вот его автографа здесь. Вот, поэтому ручка очень-очень хорошая, на мой взгляд. Но к Достоевскому какое-то имеет очень косвенное отношение. Вот такой вот обзор, друзья. Увидимся в следующий раз. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok